Дмитрий Владимирович Кулагин Я проехал по улицам города. Все улицы, особенно там, где пройдет эстафета, заполнены людьми. Маршрут где-то мы просчитали 32 километра. Для нашего города, может быть, для городов России это самый протяженный путь. Кортеж начал свое движение от ДК «Экспресс» и направился в сторону площади Ленина. Далее маршрут проходил через улицу Володарского, 8 Марта и Терешково, где колонна остановилась на технический перерыв. Движение факелоносцев продолжилось в сторону Степнова. Это проспект Дзержинского, улица Театральная, Солмышская и Гаранкино. Из первоначального маршрута выпало загородное шоссе, поэтому по проспекту Гагарина движение продолжилось от Национальной деревни. И далее по улице Чкаловой, Ленинской, 8 Марта и Краснознаменной. Конечной точкой стала площадь возле музея истории Оренбурга. Более пяти часов огонь универсиады путешествовал по улицам Оренбурга. Факелоносцами стали одни из достойнейших людей нашего города. И вот уже через считанные минуты городская чаша огня универсиады будет зажжена. Оренбург! 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 Эстафета прошла шикарно, потому что мы очень долго готовились. Это уже 29-й город. Самая протяженная эстафета, самая долгая по времени, по количеству и поклоносцев. Но мне кажется, все прошло на одном дыхании. Дали честь провести на своем велосипеде огонь. Сложности возникали везти его, руки чуть-чуть подустали, тяжелый такой был. Это тот самый факел, с которым вы бежали? Да, это он. Но на самом деле у каждого факелоносца был свой собственный факел. Всего их было 120. Эстафета окончена, чаша зажжена, а огонь универсиады продолжает свое путешествие в республику Башкортостан. Алена Блеевич, Олег Николаев, телеканал ЮТВ.